Гражданский проект «Долой беспредел контролёров» YouTube-канал «Заяц Безбилетникович» представляет вашему вниманию хорошее показательное видео того, что может произойти, если дать социальную карту контролёрам в руки. Какова глубина паранойи у контролёров из-за этих карт? И как можно и нужно вмешиваться, чтобы спасти от этого беспредела пострадавших пассажиров? Вы в реестре, посмотрите себе. Вам в реестре уже. Помщите себя, мы же вам сказали. Я даже не знаю, где этот реестр. Почему вы это не делаете? Да потому что это делаете вы лично, чтобы вы видели. По закону. Закон номер 50, федеральный закон номер 50, он имеет право не предъявлять какие-то... Да полиции. Полиции. Полиции? Верните документы тогда. Не нарушайте, не нарушайте, верните ему документы. Я с полиции приеду. Верните ему документы, и он будет сочетать с вами. А вы сейчас задерживаете... Не трогайте меня, пожалуйста. Реестр посмотрит, они давайте сами разберутся. Да, это академия. Подождите, разбираются, а вы перейдите. Чего вы лезете? Потому что вы нарушаете... Да не надо ничего, без вас разбираются. Покажите, где у вас написано, что вы имеете право удерживать документы? Да переставь, что мы сейчас и найдем. Это же мы имеем право даже изымать. Кто? Кто изымать? Нелегитимный проездный документ. Нелегитимный? Это какой? Который... Студенческий билет? Студенческий билет? Да. Студенческий билет это... Студенческий билет я уже... Коммерческий. Сейчас будем искать. Коммерческий там вообще... Документы, которые не должны выдавать вам... К коммерческом там же нет... А почему? Почему не должны? Он же студент. Нет, нет, если это поле частные... Частный поле не дают. Там не дают эти карты. Отдали мне студенческие... Да подождите... Я. Частные, если не государственные, если частные... Подождите дальше будем просмираться. Коммерческие, студенческие карты вот такие не должны выдавать. Я не знаю, почему МФЦ дали. Не должны, вот в МФЦ не должны были давать, правильно? Скорее всего, потому что я не знаю, что... Вот обращайтесь к МФЦ, задавайте вопрос к МФЦ, они к нему. Он пришел со студенческим билетом, дайте мне билет проездной. Ему дали. То, что ему с нарушением закона выдали в МФЦ, это их проблема, это не его ответственность. Почему он должен отвечать за кого-то, который нарушил закон, так скажем? Как по вашим словам, что он нарушил закон? Вот она, ну что вы... Да подождите вы! Держит студенческий билет и социальную карту в своих лапах. И в свое удовольствие указывают человеку, что ему делать. Типа подожди, не лезь, мы тут все решаем. Ведь прекрасно понимают, что документы и карта ему нужны, и просто так никуда не уйдет. А все почему? Потому что сам дал им в руки. Карты никакой претензии нету. Тогда верните карту, если к карте нет претензий, верните карту. Карта 250 рублей. Стоит по карте, послушайте меня внимательно. Нужен документ, который подтверждает эту льготу. Предъявил вам документ, подтверждающий эту льготу. Предъявил? Предъявил. Вы специалист по проверке поддельности-неподдельности? У вас есть такие вопросы? Че? Есть? Ты совсем уже обнаглел? У контролеров нет полномочий проверять подлинность. Да и как ты определил, что тут типа подделка? На глаз. Слишком чистый и виновый. Или что? Перепиши данные, короче, и в ОВД съездим, и они там посмотрят. Если что, тогда они завезут. А нельзя фотографировать документы? Нет, этот документ можно. Нельзя. Ни один документ нельзя фотографировать без разрешения пользователя. Не всем всегда повезет так же, что мимо будет проходить активный пассажир и поможет вернуть вам карту. Чтобы такого не было с вами, никогда не давайте социальную карту и студенческий билет контролерам в руке. И даже не прикладывайте к их приборам. Этого нет в обязанностях пассажира. Во-первых, в руки надо давать именно билеты, а социальная карта не является билетом, как таковым. Во-вторых, правила использования социальной карты четко уточняют, что карту надо предъявлять для визуального контроля, то есть вот так. В-третьих, социальная карта и студенческий билет содержат ваши персональные данные. А их вы вообще не обязаны сообщать никому, и даже в момент показывания карты из своих рук, их можно закрывать. В-четвертых, социальная карта, в первую очередь, является полноценной банковской картой, и содержит на себе достаточно данных, чтобы можно было украсть с нее деньги. Именно это является основной причиной для отказа давать карту в руки, и для отказа прикладывать ко всякой фигне. Показали, и давай, и до свидания. В чем суть данной проблемы и паранойи контролеров? Сначала нам навязали поганые турникеты, наивно предполагая, что такая палка поможет исключить попадание зайца в салон. Зайцы быстро поумнели, и нашли всевозможные способы проходить в салон, в том числе, по социальным картам своих родственников. То есть проехать зайцем стало проще, чем было до турникетов с кондукторами. Контролеры стали изымать эти карты, им прописали норму по изъятым картам в месяц. Сначала зайцы были глупые, и зачем-то показывали чужие карты и отдавали их. Потом они поумнели, и в крайнем случае, стали просто говорить, что билета нет совсем, чтобы не расстаться с социальной картой. От турникетов уже вообще никакого толку нет, один только вред не зайцам в виде унизительных очередей и задержек. А норма у контролеров по изъятиям социальных карт никуда не делась. Что делать? Правильно, будем придираться к тем, у кого нет студенческого билета, даже если по фотографии видно, что карта принадлежит тому, кто ее предъявил. А с учетом того, что турникеты теперь снимают, и зайцам отмечать и вообще носить с собой не свои социальные карты нет вообще никакой необходимости, выполнение нормы по изъятиям чужих социальных карт у контролеров очень сильно страдает. А поскольку студенты стали носить студенческие билеты с собой, то и придраться к отсутствию этого студака уже не получается. Что делать? Правильно, выдумывать в сказке, что он или карта кажутся поддельными, и отнимать толпой одного пассажира его несчастную карту, не чужую. Такой вот маразм, такие вот превышения полномочий и беспредел. И именно во избежание таких проблем, не надо никогда давать им карту, чтобы не быть заложником противоправных действий контролеров, чтобы они не могли принуждать вас оставаться с ними, удерживая у себя ваш студенческий билет или саму карту. Ну или исключайте ее изъятие примерно вот так. Подписывайтесь на канал, размещайте это видео на своих страницах в социальных сетях. А если вы студент, заставьте своих однокурсников посмотреть это видео с вашего смартфона на переменах, вместо очередного видео с котиками.